Добрый день, дамы и господа! Овощной город снова с вами. А за моей спиной находится морковь, которая чиста от сорняков и выглядит просто отлично. Но бывает и по-другому. Например, вот так. Здесь тоже применялись гербициды. Несмотря на это, сорняки остались, и морковь выглядит откровенно плохо. Как же так получилось? Давайте разбираться. Здесь была пропущена до всхода обработка гербицидами. Сорняки начали быстро всходить и обгонять морковь. И на стадии одного-двух настоящих листьев была применена повышенная дозировка гербицидов. Если конкретно, 2 литра гизогарда плюс 3 литра боксера. Что привело к последствиям на самой моркови. Как вы понимаете, такое применение кардинально неверно. Мы и от сорняков не избавились, и моркови нанесли очень серьезный ущерб. И первой ошибкой был пропуск до всходовой обработки. Но есть и другой вариант, который обрабатывался немного по-другому. Морковь здесь выглядит гораздо лучше, но все же далеко не идеально. Здесь была сделана до всходовой обработка гербицидами. Гизогардом в дозировке 1,5 литра на гектар. Что позволило нам сдержать развитие сорняков на начальном этапе развития самой культуры. Но в дальнейшем было бы правильно провести обработку на стадии двух настоящих листьев. Но ее не было. Сорняки все равно начали отрастать. И вторая обработка была сделана на стадии пяти настоящих листьев. Морковь, которая была закрыта сорняками, выдержала эту обработку. А морковь, которая была свободна от сорняков, как видите, пострадала на 100%. Ну а вторая обработка на данном участке была произведена в дозировках 2 литра гизогарда плюс 3 литра боксера. Оба этих варианта являются примером неправильной стратегии защиты моркови от сорняков. А какая же схема защиты применялась на данном участке? Все достаточно просто. 1,5 литра гизогарда до всхода в моркови. 3 литра боксера на стадии одного-двух настоящих листьев. А затем через 10 дней 1 литр гизогарда с добавлением 2 литров боксера. И на этом все. Если вы хотите получить высокую эффективность против сорняков, при этом минимизировать воздействие на саму морковь, уменьшите дозировку, но сделайте большее количество обработок. При таком способе вы постоянно будете оказывать воздействие на сорняки и сдерживать их рост. И при этом не причинять никакого вреда самой моркови. Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях. Продолжение следует...